Дорогие друзья! Дорогие телезрители Сианел и интернет-община Дом Веры, я вас приветствую! Ну, приветствую любовью Господа нашего Иисуса Христа! Мир вам, дорогие! Мир ближним, мир дальним! Будьте все благословенны! Когда Господь Иисус воскрес, Он явился своим ученикам и так просто сказал. Просто появился в комнате, где они сидели закрытые, и сказал «Мир вам!». Я представляю, что произошло с учениками. Когда Господь послал этот мир, все тревоги, все переживания, все печали, все страхи, они проходят. Так что я вот этот Божий мир хочу передать вам. Мир вам, дорогие! Я сегодня снова здесь с вами. Я благодарю Господа, что я могу с вами пообщаться, поделиться словом. То, которое Господь положил. Последнее мое служение, это было в пятницу, я служила словом и делилась свидетельством, которое было в жизни моей такое реальное, такое наглядное. И я только вот совсем недавно, два месяца назад, я оценила очень глубоко то, что Господь делал 26 лет назад, когда я приехала в Америку. И эту тему я так и назвала, что «Посев со слезами, а жатва с радостью». Я взяла это местописание, оно для меня настолько стало выразительным, ярким, таким понятным. Это 125-й псалом, а в английской Библии это 126-й псалом. Если кто из американцев смотрит, то это 126-й псалом. Здесь говорит псалмопевец о том, что когда Израиль был в пленении, то выход его из плена, он дважды был в пленении, и порабощали его неоднократно, но в больших пленениях, это в Египте и в Вавилоне. И когда Господь возвращал их из плена, то псаломопевец говорит, мы были как бы во сне, «И великое сотворил над нами Господь». Не только они говорили, но окружающие их народы говорили, «Великое сотворил над вами Господь». И мы радовались. Вот то, что я хочу сегодня сказать, это просто подтверждает эти слова. «Великое сотворил над моею жизнью 26 лет назад, когда я приехала в Америку, Господь мне сейчас показал, какое великое Он сотворил в моей жизни». Я радовалась. Вот уже радуюсь два месяца. Господи мой, Господи, ну как же Ты все чудно совершил. И знаете что, я с кем бы ни делилась вот этим своей радостью, эта радость переходила и на других. Некоторое время назад, где-то в прошлое воскресенье, я служила в Мировой Жатве, в Ванкурии, в церкви, в Ванкувере, штат Вашингтон. И я делилась вот этим переживанием. Вы знаете, люди, которые были на служении, подходили ко мне и говорили, я как раз сейчас прохожу такую же ситуацию, и как было ободрительно это слово. Так что, дорогие, если я сейчас, начав пятницу, вам проповедовать и говорить, и делиться, и свидетельствовать моим переживаниям, продолжу сегодня, я думаю, что это еще больше, ну как бы обогатит нас. Потому что я, мое свидетельство, так в деталях не говорила, время было ограничено, вот. И я сегодня хочу взять побольше времени, чтобы в деталях рассказать, как Господь являл милость, чтобы, неся снопы со слезами, то есть нет, сеять со слезами, и как потом нести снопы с радостью. Ведь у Господа нашего никакое слово не остается бессильным. Когда ангел Господень явился Марии и возвестил ей радостную весть, что она зачнет и родит сына, спасителя, мира, сверхъестественным образом, он и сказал такие слова. У Господа не остается бессильным никакое слово. Слава Господу! Господь верен Слову Своему. И если он здесь нам пишет, псалмопевец, богодохновенные слова, Псалом 125, 5 и 6 стих, значит, у него бессильным это слово не останется. И я свидетель этому в своей жизни. Да я думаю, что каждый может засвидетельствовать эти переживания, которые проходили в его жизни. Пятый стих. «Сеявши со слезами, будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена, возвратиться с радостью, неся снопы свои». Вот такое чудесное Божье Слово, которое в наших жизнях точно исполняется. И еще сейчас я прочитаю, чтобы четко пойти уже нам, еще местом Писания подтверждить хочу, из другого псалма, из 29-го, псалма 6 и 12 стих. 6 стих так говорит. «Ибо на мгновение гнев его, на всю жизнь благоволение его, вечером водворяется плач, а на утро радость». И двенадцатый. «И ты обратился этого нея мое в ликование, снял с меня в ретище и припоясал меня весельем». Так созвучно то и другое вместе. Еще повторяю, а у Господа бессильным никакое слово не остается. Господь верен своему слову, что на какой-то период, на какое-то мгновение могут у нас быть слезы. Но главное, в этот период времени, дорогие мои, я хочу вам сказать, не потерять общение с Господом, иметь с Ним связь. Чтобы потом пришли снопы, жатва, урожай в твоей жизни, нужно в этот период времени, трудный период, когда ты в слезах, держать связь с Господом. Может быть, тебя оставят близкие, не поймут, родные. Может быть, ты попал в ситуацию, в которой, говорят, все безнадежное. Не теряй связь с Господом. Оставляй эту связь. Даже если эта связь будет такая тоненькая, как ниточка, в один момент она станет канатом, который не сможет тебя отделить от Господа. не оставляй его в самые трудные, где ты плачешь и где сетуешь. Ну, сетуешь, ну, что-то говоришь даже неправильно. Ну, все равно, Господи, пойми меня, мне сейчас очень трудно. Для чего ты это сделал? Не говори за что. Для чего ты это допустил мне? Я хочу быть внимательной к твоим действиям. Я хочу быть внимательной к тому, что ты хочешь через это достичь во мне. Итак, дорогие, он обратил сетование мое в ликование и припоясал меня радостью, весельем. Я хочу историю мою немножко расширить, которую я начинала в прошлое служение. Мы приехали 26 лет назад в Америку. Наш сын Максим остался в Казахстане по призванию Божьему. Начиналось великое пробуждение в бывшем Советском Союзе. В 90-м году мы уехали в Америку. Почему, зачем сейчас мне этот вопрос? Мы оказались здесь. Ну, если сказать, что ты попал как в пленение, потому что новая страна, новые законы, новый язык, все незнакомое, ты стеснен со всех сторон. Какое пробуждение? Некоторые говорили, что мы едем в Америку, пробудить ее и здесь, чтобы нам утвердить Царство Божие. И вот когда смотришь, оглядываясь назад, то это не все так. У некоторых оно происходит, но в Абсолюте, конечно же, нет. Хоть мы провозглашали в то время, как Господь говорил Иисусу Навину, Он говорит, первая глава, Иисус Навин, третий стих. «Всякое место, на которое ступят стопы, ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею». Ну вот с такими словами, такими харизматичными, мы приехали в Америку, и где стопы наши ступят, ног наших, мы же святые Божие, прошедшие трудные времена, в трудное время гонения в России. Да, это так было. И вот стопы наши ступили на американскую землю, где нет ни гонения, нет ни притеснения. И это Господь сказал же, где ступят ноги наши, ты нам ее дашь. И когда я ступила ногами в Америку, то я ступила, во-первых, в ограниченные условия. Да, но я жила в апартменте, очень быстро нужно было идти работать, и я стала работать в одном богатом доме у миллионеров, служанкой, убирала их квартиру, смотрела за детьми. Это очень, как бы, стесненные обстоятельства. А там пробуждение. А ты бы мог быть там полезен. Но Господь взял в оковы, стеснил ноги мои. То есть я же могла бы ходить и проповедовать, как я перед выездом делала вместе с Максимом. Мы ходили в центральные места, где скопление людей, парки, площади у магазинов, в автобусах, в троллейбусах. Это все. Все ноги были припоясаны, готовность проповедовать мир, проповедовать благое. Это так вдохновляло. Люди каялись, открывались новые церкви. А здесь, а здесь стесненные в оковах ноги. И эти ноги пешком идут на работу, а потом с работы. Но то место, куда Господь поместил, оно ступили же ноги мои. И я знала это слово. И я знала, что эта земля, это место будет Божьим. Будет Божьим. И вообще, когда Господь говорит, где ступят ноги твои, там будет земля твоя. Если ты поймешь, что ты в твоей семье ногами ступаешь каждый день, вот там ты завоевывай дом свой для Царства Божьего. А потом ты идешь на работу. Вот там ты и завоевывай Царство Божие, для Царства Божия людей. Ты приходишь в магазин, ноги ступили, принеси свет. И в то место, куда Господь тебя позволил прийти. Где бы ты ни находился. Мыслить глобально – это хорошо. Но давайте начинать шаг за шагом на то место, куда Господь нас поместил. Нести свет Его. И я это понимала. И, конечно же, не от того, что я очень хотела показать себя перед новыми хозяевами, американцами, что я русская, такая трудолюбивая, что я такая исполнительная, такая дисциплинированная. Эти характеристики, качества, я думаю, что у каждого христианина как нормальная жизнь. Но то, что я делала в том доме, Господь положил мне на сердце слово свое, чтобы все, что ты делаешь, делай как для Господа. ты хочешь подняться на работе своей, чтобы тебя работодатель твой, работодатель, он мог тебе поднять уровень твой. А делай на работе так, как ты трудился бы для Господа. И это незамеченным не останется. В моей ситуации я не могла проповедовать, потому что я не знала английского языка. но я могла проповедовать в том доме, который был еще не обращен к Господу, своей жизнью, своим отношением. И я видела, что я их приобретаю, я на них произвожу влияние порядочности, доброты, чистоты, искренности, послушания, вот это все было проповедью. Это была живая проповедь. Моя прекрасная хозяйка Алин Миллер и Марк Миллер, они родили ребенка и буквально месячного, несколько недель, даже месяца не было, они сказали, а теперь ты будешь у нас еще смотреть за нашим ребенком. Я хочу сейчас, чтобы Алекс высветил фотографию, которая была сделана 23 года назад. 23 года назад вот такая была служанка в доме у моих господ, вот, и я вот стремилась всем своим отношением утверждать Царство Божие в этом доме, потому что туда, где ступили ноги мои или твои, ты там должен утверждать, потому что ноги твои готовы благовествовать мир и благовествовать благое, и как прекрасны ноги благовестников. Не обязательно быть благовестником, стоя за кафедрой, просто ты можешь быть им, когда ты находишься на работе у станка, и ты своей жизнью, своим отношением можешь благовествовать. Итак, трудное время, мне приходилось пешком ходить в Ванкувере, штат Вашингтон, там 9 месяцев дождей в то время было, сейчас немножко климат меняется, и вот представьте себе, по дождю идти, ну, около часа пешком, иду по обочине дороги, здесь фривей, хайвей, пешеходной дорожки нет, проезжающие машины обливают тебя грязью, ну, тут нет большой грязи, но все равно водой, сверху дождь льет на тебя, слезы текут, и только одно, Господи, а для чего я здесь? Я абсолютно ограничена, я могла бы быть полезной там, где, откуда я уехала, и сама же себе, а кто тебя гнал? Да я сейчас, Господь, это я так рассуждаю в себе, я просто в этой ситуации, я хочу, чтобы исполнить волю твою, исполнить волю, и представьте, как было еще оскорбительно, когда вечером ты идешь по обочине дороги, одна женщина, машина останавливается и смотрит на тебя, как женщина, которой деваться некуда, как падшая женщина, это я все переживала, слезы текли, и сопли текли, все, вот вы знаете, ты был просто как размазанный весь, но только для чего, Господи, для чего, что я могу сделать доброго здесь, в этой прекрасной стране? Господа мои смотрели на меня, и в один день пришла очень трудная ситуация в этой семье, и вот здесь Господь открыл мой рот, и я заговорила, и что удивительно, не зная языка, я стала мою драгоценную хозяйку, госпожу мою, увещевать и наставлять Господом, когда вообще все могло быть рухнуть в семье, и вот это Божье использование было настолько эффективным, потому что перед этим была проповедь не в словах, а в деле, и поэтому она послушала меня, она послушала меня, она пошла в церковь, приняла Господа Иисуса Христа, в американскую церковь пошла, ее драгоценный муж, который был в большой проблеме, он принял Господа Иисуса Христа. Сослуживцы и компания, его состав в работе, в его компании, его друзья, сослуживцы приняли Иисуса, родственники приняли Иисуса, Иисуса. Я говорила, Господи, дивное Ты сотворил, Ты дивное сотворил, Господь. Я радуюсь, слава Господу, слава Спасителю моему, что Ты на том месте, где просто со слезами сеял своею жизнью, сеял в жизнь этих неведомых, незнакомых, непонятных для Тебя людей, но Слово Божие, оно имело силу, силу рождать. Это семя со слезами, оно имело силу, чтобы принести плод. И так дом уверовал. Мы уезжаем из этого места, переехали в Сан-Диего, мы держали связь иногда, вот. И она присылала фотографии, она показывает, как мои воспитанники, у них еще был тремя годами старше, еще был ребенок, и они присылают фотографии, как дети принимают водное крещение. Вы знаете, какая радость? Я в Сан-Диего, они там, они держат связь и всегда с молитвою благословляют. Они моя хозяйка даже пришла в церковь, которая была у меня в Ванкувере, и она там свидетельствовала и выступала, и она уже имеет служение, ведет детский отдел, у них большая церковь. Они стали принимать участие в служении церкви, такое эффективное, реальное. эта церковь приобрела себе здание, она стала расти и умножаться. Люди влиятельные, люди состоятельные, несут вклады. И как-то один раз он только обратился к Господу хозяин и говорит, Вера, а ты десятину платишь, приносишь в церковь? Я говорю, да, конечно. А он только обращенный был. Он говорит, ну у тебя же она такая маленькая, а ты знаешь, какая у меня десятина будет? Я говорю, а разницы никакой нет в процентном отношении. То же самое. Он говорит, да, но потом слышим, уже приобретена церковь. Слава Господу нашему. Слово не остается бессильным у Господа. Дорогие, и самое то, которое Господь сказал, я вас призвал, предузнал, призвал и оправдал, прославил. Вот последнее, о чем я хочу сказать, это тогда, когда я уже насладилась вот тем, что семена, которые были посеяны, принесли большой урожай. Два месяца назад я получаю приглашение приехать на свадьбу моего воспитанника, вот этого двухнедельного, которого вы только что видели, ему там месяца наверное три было мою фотографию, они приглашают меня на свадьбу. Их сын, вот этот малыш маленький, стал офицером морской пехоты, и они приглашают меня на свадьбу. Пусть эта фотография Аликс постоит, я буду комментировать. И я, конечно, с радостью приехала, они говорят, мы тебе билет купим. Они покупают билет, и я прилетаю. Я думала, что я приеду просто на свадьбу порадоваться, но это было сверх всяких моих ожиданий, когда мои господа сказали, к алтарю повезешь, поведешь и вот ты. Я говорю, как я? Разве может служанка, вот, няня повезти к алтарю господского сына? Они сказали да. На той фотографии там стоит мама с папой. В белом платье была мама, а вот выше стоит это отец, это Алин и Марк. И они с таким восторгом мама смотрит, посмотрите, что его сын, ее дитё драгоценное поручено точно так же, как 23 года назад они мне доверили этого ребенка, это большая ответственность, и сейчас они доверили, вы слышите, люди, они доверили повезти к алтарю, потому что у их сына ответственный момент, ответственный. Когда я это стала переживать, это вот только, вот, прямо вот здесь, где мы стоим, это со стоянки, там машины стоят, мы идем в парк, один богатый, прекрасный парк, у одних миллиардеров, наверное, там у них гольфовые поля, там озера, там, ну, там было, куда я попала, не знаю, это нам была необыкновенная красота, и все это проходило на открытом воздухе, это было прекрасно, и знаете, когда я стала вспоминать, что как-то я проходила вот эту грязь, вот эти слезы, я шла буквально по грязи, месила грязь со слезами по обочине, и когда я пошла по зеленой дорожке, и она была усыпана розами, усыпана розами, вы знаете, эти картины передо мной всплыли, они всплыли в таких ярких красках, вы знаете, там у меня слезы снова, но другие слезы радости, Алекс, высведьте, пожалуйста, фотографию, где буквально с боков розы, дальше к алтарю, там просто усыпано розами, и я привела его к алтарю, посмотрите, белое около стульев, там около гостей, это живые розы, и чем ближе к алтарю, там их больше, и так я шагала по розам, сеющие со слезами, понесут снопы своей с радостью, но это не все, я не знала, я думала, что это у меня брак, что ли, потому что подошел пастор, сочитывающий эту благословенную читу, он сказал, посмотри, какой у тебя урожай, вот эти люди, там было много людей, которые потом подходили, они уверовали через твоих господ, они пришли к Господу, твои семена, которые были посеяны, стали распространяться дальше, сестра моего хозяина стала миссионеркой в Никарагуа, и говорит, около тридцать, трехсот человек приняли Господа Иисуса, знаете, подходили ко мне, поздравляли меня, а у меня только одно слово, сеющие со слезами, они будут нести снопы свои с радостью, еще я пережила один момент, а как нас Господь в небесах встретит, как он поведет свою неместу к алтарю отца, конечно же, по розам, но каким розам? Неземным, сеющие со слезами, мы понесем снопы свои с радостью, мы в вечности увидим, сколько от твоих посевов придет людей к Господу, они будут встречать тебя там. И когда я увидела, что меня служанку господа взяли везти их миллионерского сына к алтарю, я думаю, Господи, так не бывает. Это, наверное, первый случай в Америке, чтобы вот служанка, вот няня повела к алтарю такого человека, уже состоявшегося. Вы знаете, это было просто от Господа. И в заключении моего выступления я хочу сказать, друзья мои, не сомневайтесь, Господи, у Него не остается бессильным никакое слово. Господь верен Слову Своему. Только терпение нужно нам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. А я и не ожидала, чтобы получить что-то. Оно просто пришло как сюрприз, как подарок от Господа. И в заключении я хочу прочитать одно местописание, чтобы подтвердить, что Слово Господа истинно и верно. 112 Псалом с 5 стиха до 9. Друзья мои, проникнитесь в это слово. А если кто в трудных ситуациях, проникнись и пусть это слово проникнет в тебя и растворится в тебе. Кто, как Господь Бог наш, который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю, из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, чтобы посадить его с с князьями, с князьями народа его. Неплодную вселяет в дом матерью, радующиеся о детях. Аллилуйя! Дорогие, Господь смотрел на меня, Господь смотрит на тебя, если ты сейчас в слезах, а если ты сейчас в переживаниях, Господь смотрит на тебя. Возведи очи свои Господу. У меня ничего не оставалось, никого не оставалось, оставался только один Господь. Это было самое благотворное время, когда я пришла на этот брак, и мне пастор говорит, смотри, и люди стали подходить, чествовать меня. Знаете, слезы текли, но какие это были слезы, слезы радости. Спасен дом, теперь они служители. Марк, хозяин мой, оставил свой бизнес, это очень важно в Америке, оставили свою компанию и сказали, что сейчас у нас самое лучшее время. У нас сейчас служение Господу, он помощник пастора, несет служение, лидерское, помощник, второй, служитель, после пастора. Она говорит, у меня такое счастье и радость, сейчас лето, и мы сейчас на этих кемпах, у меня сейчас более 250 детей, и я, вы знаете, как я занята, как много, как много нужно служить, и мы очень счастливы, наше время самое прекрасное, это чудесно, давайте прославим Господа, дорогие, кто слушал и кто сейчас у кранов, поблагодарим Господа, ибо он верен слову своему, я вам живой свидетель, отец, мы свидетели твои, пусть наши жизни свидетельствуют о тебе, во имя твое святое, благослови наследие твое, миром твоим, словом твоим, благодатью твоею, во имя отца и сына и святого духа, аминь. Субтитры